Доброе утро! Здравствуйте! С вами Полина Толмачёва и Наталья Гончарова. Вы смотрите «Утро» на ОТВ. И, естественно, мы будем вам рассказывать о многом-многом интересном. Встречаем новый день вместе. И сегодня в нашей программе вы увидите. Обновление пространства. В администрации муниципалитета прошел проектный семинар по зонированию центральной площади города Одинцова. Цветы героям. Одинцовские депутаты и жители деревни Салманово пришли к мемориалу отдать дань памяти погибшим героям. Становится историей война. Одинцовский историко-краеведческий музей открыл экспозицию, посвященную Дню Великой Победы. Поздравим каждого! Духовой оркестр исполнил военные мелодии под окнами ветеранов Великой Отечественной войны. Главный праздник страны. 78-й годовщину Победы в муниципалитете отметили торжественными концертными программами. И для жителей округа. В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха в День Победы прошли мастер-классы и выступили артисты. 11 мая 868 года, это ровно 1155 лет назад, в Китае появилась первая печатная книга – «Алмазная сутра». Это самый древний, точно датированный печатный документ, дошедший до наших дней. В сутре описаны поведение, речь и образ мысли тех, кто посвятил себя духовному совершенствованию. Сегодня книга входит в коллекцию британской библиотеки в Лондоне. На вид это свиток бумаги серого цвета с иероглифами, обернутый вокруг деревянной основы. Чем еще примечателен сегодняшний день в истории, расскажем прямо сейчас. 11 мая 1912 года в честь 200-летия Тульского оружейного завода открыли памятник Петру Первому, отцу-покровителю тульских мастеров. Идея скульптуры «Царь-Кузнец» не имеет аналогов в мировой истории. Еще задолго до 200-летия завода в декабре 1909 года объявили добровольную подписку среди рабочих и служащих собрать средства для установки памятника. За два месяца собрали 15 тысяч рублей. Автором фигуры стал Роберт Бах, потомственный скульптор, член Императорской академии художеств. А 11 мая 1927 года основали Американскую академию киноискусств. Именно она учредила премию «Оскар». Идея создания академии принадлежит Луису Барту Майеру, самому известному и богатому голливудскому продюсеру того времени. А первым ее президентом стал Дуглас Фербенкс. Он предложил учредить приз для чествования выдающихся достижений в мире кино – награду академии за заслуги, которая впоследствии получила название «Оскар». 11 мая в США отмечают «День без диет» – национальный день, когда можно есть все, что хочется. Также на сегодня пришлись такие забавные праздники, как «День пенного ролика для массажа» и «День ожидания Мэри Поппинс». 11 мая 1720 года родился немецкий барон, рассказчик и знаменитый герой множества литературных и кинопроизведений Ироним Мюнхгаузен. До самой смерти он прожил в Боденвергере и общался в основном с соседями, которым талантливый и остроумно рассказывал поразительные истории о своих охотничьих похождениях и приключениях в России. Также в этот день родились испанский художник-сюрреалист Сальвадор Дали и советский военачальник, маршал и дважды герой Советского Союза Кирилл Москаленко. Проектный семинар по зонированию центральной площади города Одинцова прошел в администрации муниципалитета. Здесь представили концепцию, которую создали по принципу открытого проектирования. В мероприятии приняли участие активные горожане. Из администрации репортаж Екатерины Крамер. В Подмосковье продолжается голосование за объекты по благоустройству территорий на 2024 год. Оно проходит в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Жители активно принимают участие в семинарах и голосуют за общественные территории, которые требуют изменений. Важно, что активное участие в этих переменах принимают жители. Более 1800 активных ребят рассказывают жителям о том, какие объекты можно выбрать, как и где проголосовать. Благодаря поддержке нашего президента, каждый год большое количество проектов благоустройства воплощается в жизнь. Подмосковные парки, скверы, набережные, центральные улицы и площади городов становятся комфортными и современными. В Одинцовском округе продолжается работа над заявкой для Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений. Ранее жители при помощи голосования выбрали место, которое будет представлено на конкурс. Им стала центральная площадь Одинцова. В прошлом месяце провели определенное количество встреч с жителями, с молодежью, со спортсменами, с культурой. Просто с обычными жителями узнали их запросы, их желания. И постарались все это учесть и нанести уже на территорию. И вот сегодня мы собираемся поделиться с вами нашими наработками. Обитаемый остров так назвали проект предварительного зонирования, который предусматривает создание пешеходной дорожки через весь водоем. Кроме того, на площади появятся новые арт-объекты. Современные решения по обновлению общественной территории поддержали и представители Одинцовского отделения «Единой России». Это очень важно. Вот площадь перед нашей администрацией, я ее сколько помню, лет 30 уже, 35. Ну, по сути, она не меняется, за исключением, вот баранка появилась у нас лет 25 назад. И, конечно, это уже для нашего Одинцовского округа такое лобное место, но оно все-таки морально старое. В проекте зонирования большое внимание уделили вопросам экологии. Зеленые зоны на площади будут сохранены. Также останется и всесезонный модуль проката инвентаря. Вдоль береговой линии предложено установить навесы. Все это обсуждалось по принципу открытого проектирования в результате публичного обсуждения и учета всех мнений. В этот раз участники семинара обратили внимание на организацию праздничных мероприятий, уличное освещение и безопасность. Прием предложений по зонированию центральной площади продлится до 12 мая. Екатерина Крамор, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». А в Салманове почтили память погибших героев, ветеранов и тружеников тыла. Тех, кто отстоял свою родину и победил фашизм в годы Великой Отечественной войны. К мемориалу «Живые камни памяти и скорби» пришли депутаты местного отделения партии «Единая Россия» и жители деревни. Участие в акции приняла и Елена Краева. Вечная память героям-землякам деревни Салманова, павших в боях за свободу и независимость нашей родины в Великой Отечественной войне. Старостин Федор Петрович, Суханов Михаил Васильевич, Яковлев Виктор Иванович. Минута молчания. Возложение цветов и праздничный концерт в честь ветеранов и тружеников тыла, а также погибших в годы Великой Отечественной войны героев. 9 мая в Салманове к мемориалу «Живые камни памяти и скорби» почтить память павших воинов пришли местные жители и депутаты от «Единой России». Память наша будет вечна. Наши внуки, правнуки, наши дети должны помнить об этом. Лия Старцева пришла на мероприятие с родителями. Возлагать цветы к памятникам и обелискам, посвященным героям Великой Отечественной, семейная традиция. Всем важно знать свою историю, потому что это память и плюсом это гордость за свою страну и за своих защитников. После торжественной части для участников мероприятия выступили артисты молодежного музыкально-драматического театра «Крылья». В стиле выступления «Агитбригад» они представили программу с песнями военных лет. Пока жива память, живы герои Великой Отечественной войны. В сердцах людей никогда не померкнет подвиг солдата, ставшего на защиту своей страны. Елена Краева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». И вновь к новостям округа. В честь празднования 78-й годовщины Победы Одинцовский историко-краевический музей провел лекцию «Становится историей война» на открывшейся выставке. Она прошла в новом зале, который посвящен Великой Отечественной войне и обороне Москвы. Полина Бахова расскажет подробнее. В праздничный день 9 мая двери Одинцовского историко-краевического музея были открыты для гостей. А их в этот день оказалось немало. Для Натальи посещать исторические выставки и экспозиции, узнавать больше о своей стране – одно из любимых занятий. Открытие новой выставки в любимом музее не смогла пропустить. Это уже становится традицией у нас с подругой, что мы посещаем подобные выставки. И краевический музей – это второй всего лишь год, как мы регулярно посещаем. Ну, хотим это сделать буквально на многие-многие годы. Ну, 9 мая и в нашей семье, и вообще очень чтим этот день. И решили его провести именно там. В день Великой Победы посетителям представили обширную экскурсию в новом зале, посвященную обороне Москвы. Лектор, старший научный сотрудник музея Александр Лазукин, настоящий исследователь в этой области, подробно рассказал о каждом экспонате. Именно на нашей земле немцы были остановлены. Ну, и не только на нашей, но и на соседних областях. И отсюда началось советское контрнаступление 5-6 декабря 1941 года. Мы все эти этапы, этих сражений постарались отразить в нашей экспозиции. Благодаря ремонту зал расширился в два раза. Здесь убрали перегородку, и он стал большим и светлым. На самом деле это большое чудо, потому что этот зал стал таким красивым и удобным благодаря друзьям музея. В первую очередь я хочу поблагодарить депутата нашего Одинцовского округа, генерала Солнцева Михаила Викторовича, который принял непосредственное участие и помог нам просто во всем. И, конечно, огромное спасибо нашим волонтерам. Пространство позволило вместить много новых экспонатов. 90% из них – оригиналы, и в этом главная уникальность выставки. У нас есть уникальный смертный медальон с подлинной запиской пергаментной участника битвы за Москву, майора Новикова. У нас также выставлена его кожная куртка, его личные вещи также размещены в нашей экспозиции. То есть это вообще не в каждом музее можно такое-то увидеть. Отдельный стенд посвящен героям Одинцовской земли, таким как Люба Новоселова и Алексей Чикин. Здесь расположились экспонаты из фонда музея и частных коллекций. Выставка будет постоянной, поэтому познакомиться с ними и узнать много интересного об обороне Москвы смогут все желающие. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова. Марш Победы и другие всеми любимые военные мелодии исполнил Духовой оркестр «Подмосковные вечера» в Одинцове под окнами домов, где живут ветераны Великой Отечественной войны. С Днем Победы героев адресно поздравили представители администрации, сферы культуры и общественники округа. К праздничным мероприятиям с удовольствием присоединились и жители соседних домов. Победные марши и военные мелодии в исполнении Духового оркестра «Подмосковные вечера» прямо во дворах жилых домов. В Одинцове адресно поздравили с праздником Победы ветеранов Великой Отечественной войны. А также передали подарки от администрации и теплые слова от главы муниципалитета и губернатора Подмосковья. Николай Орлов 15 лет ушел на фронт, был партизаном, малолетним узником немецкого концлагеря, а 9 мая ветерану исполнилось 97 лет. Николай Сурков также мальчишкой попал на войну и прошел все ее тяготы до самой Победы. День Победы для ветеранов – святой праздник. Они ждут его, всегда сердечно благодарят за поздравления и желают в ответ то, чему знают настоящую цену. Желаю, чтобы было все добро. Счастья всем, дай Бог, как говорят, всем быть здоровыми. Праздник для ветеранов, а радость для всех. Во дворах собралось по несколько десятков прохожих и жителей домов. Взрослые хором подпевали известные песни, а детвора хлопало в ладоши. День Победы для ветеранов, а радость для всех. Семь победы! Семь победы! Семь победы! Семь победы! Семь победы! Семь победы! Небережные, мосты, памятники и церкви. В этом году поступило почти 3,5 тысячи рисунков. В Москве конкурс проходит уже в пятый раз. Лауреатов наградят в начале июня. До 15 мая жители и гости столицы могут посетить порядка 20 бесплатных мероприятий в рамках Всероссийского фестиваля «Русское зарубежье. Города и лица». На нескольких площадках Москвы пройдут масштабные события, концерты, квесты и экскурсии. Будут и мировые премьеры. Все они расскажут об эмигрантах, которые стали посланниками русской культуры в других странах. В Москве для тех, кто реализует социальные проекты, начался конкурс историй «Город неравнодушных. Наставники». Для участия нужно выбрать направление, заполнить анкету и прикрепить конкурсную работу. Прием заявок открыт до 21 мая на сайте конкурса. Зрители и эксперты отберут 18 победителей. Их портреты и истории покажут в парках и на бульварах столицы 17 июля. Далее в программе. Главный праздник страны. 78-ю годовщину Победы в муниципалитете отметили торжественными концертными программами. Для жителей округа в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха в День Победы прошли мастер-классы и выступили артисты. Про людей. О своем детстве в годы Великой Отечественной войны, любви к профессии и большой семье нашему корреспонденту рассказала труженица тыла Людмила Волкова. День Победы в Одинцовском округе отметили торжественными мероприятиями. На концертах, посвященных 78-й годовщине Победы, выступили заслуженные артисты России, музыканты и творческие коллективы муниципалитета. Со сцены звучали всеми любимые песни военных лет. Также артисты представили тематические танцевальные номера. Завершением праздника стал масштабный салют в парке «Патриот». Заросли шрамы окопов, исчезли пепелища сожженных городов, выросли новые поколения. Но мы всегда будем помнить, как 1418 дней и ночей наш народ приближал этот день. День Победы! 78-ю годовщину Победы в Одинцовском округе отметили праздничными тематическими концертами. Как всегда, этот день объединил эпохи и поколения, чтобы наполнить сердца людей благодарной памятью о Великой Дате. Безусловно, у нас сегодня большой праздник, как и в форме торжественного концерта, который мы здесь организовали и будем проводить, так и в душе. Потому что это действительно, наверное, поистине самый важный праздник, который есть у нашей страны, вообще, в принципе, у стран, как бы это ни прозвучало, постсоветского пространства. В Доме культуры Солнечной звучали известные произведения военных лет в исполнении профессиональных музыкантов и лучших творческих коллективов округа. Хор русской песни «Околица», мужской состав которого состоит преимущественно из ветеранов боевых действий, спел проникновенную песню «Ах, поле, поле». Мы ее, когда услышали, предложили нам к ее исполнению, она так запала в душу, потому что сейчас появляются уже новые песни про войну, про те события. И поэтому такое легкое звучание, такие превосходные слова легкие. И поэтому, говорю, мы очень серьезно к этой песне подошли, и она всем просто очень нравится. В культурно-досуговом центре Барвиха юные участники исполняли фронтовые песни не по-детски серьезно и осмысленно. А всем знакомые мелодии зал подпевал хором. Школьники с удовольствием участвуют в таких памятных концертах, знают и чтят историю своей страны. Потому что мне нравятся праздники, в которых можно вспомнить тех, кто защищал нашу страну и которые отдали свои жизни, чтобы она победила. Одну из песен вокально-инструментальный ансамбль Барвиха посвятил бойцам СВО, которые сегодня, как и наши деды, в годы Великой Отечественной войны защищают свою родину. А завершился праздничный день красочным салютом на площадке парка «Патриот» у главного храма Вооруженных сил России. Полина Толмачева, Станислав Трифонов, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». И продолжаем о новостях округа рассказывать вам. В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха прошла насыщенная праздничная и патриотическая программа для всех жителей округа. Перед гостями праздника выступили юные артисты, организаторы провели творческие мастер-классы, акцию «Георгиевская ленточка» и другие мероприятия. Репортаж Екатерина Крамер. Анатолий пришел на праздничную программу в честь Дня Победы в парк культуры, спорта и отдыха вместе с семьей. Его сын Артем принял участие в концерте «О том, что было, не забудем» и исполнил патриотическую песню. Песня связана с победой. Мы должны помнить о том, что мы победили фашизм. И наше поколение поддерживает нас в этом. Также будет знать и помнить. Всем жителям на входе в парк волонтеры раздавали георгиевские ленточки и поздравляли с праздником. Я хотел помочь людям, чтобы они больше влились в праздник. И мне стало интересно, как они будут реагировать на это. На сцене выступили творческие коллективы и юные артисты из различных секций и студий культурных и досуговых учреждений округа. Дети постарались, конечно, большие молодцы. И песни тоже были разные, и веселые, и более серьезные. Дети потрясающе справились, мы ими очень гордимся. Помимо патриотических выступлений, всех гостей парка в этот день ждали и другие сюрпризы. Конечно же, ярмарки мастеров. Также сегодня будет возможность угоститься полевой кухней в парке. В парке каждый смог найти занятие себе по душе и отдохнуть с близкими. Увлекательные мастер-классы и насыщенная программа – именно так отметили праздник на Лазутинке. Екатерина Крамор, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». За 66 лет врачебной практики через чуткого и внимательного педиатра Людмилу Волкову прошло не одно поколение ребят. В свои 92 года она до сих пор работает по специальности в детском саду. Людмила Ивановна поделилась с ОТВ воспоминаниями о детстве в годы Великой Отечественной войны, рассказала о любви к профессии и о своей большой семье. Великая Отечественная война разделила детство Людмилы Волковой на «до» и «после». В 1941 году отец ушел на фронт, а мама стала работать на заводе в две смены. Десятилетние люди пришлось сразу повзрослеть. Она прилежно училась, занималась домом, отоваривала продуктовые карточки и помогала раненым. Мы ходили в госпиталь, знаете, помогали, вот как сейчас, вот я помню. Ну, как-то, знаешь, подойдешь вроде к раненому, там, вот все свежее в памяти. Вот, они очень радовались, когда мы приходили, очень радовались. Да, кому-то читали, кому-то писали. После победы вернулись с войны сначала отец, потом брат, и жизнь стала потихоньку налаживаться. Людмила Ивановна с детства увлекалась спортом, была чемпионкой Московской области по бегу на коньках. Но по воле случая она всегда связала свою жизнь с медициной и стала врачом-педиатром. Я в 49-м году закончила школу. Вот, школу хорошо закончила, очень, да. Вот, и выбор был, куда поступать. Я не собиралась вначале в медицинский. Но так как я спортом занималась, меня уговорили, если можно сказать, из медицинского института. В свои 92 года Людмила Волкова до сих пор работает врачом в детском саду в Одинцове. Все 66 лет. По-моему, 66, наверное, так я как-то считала. Можешь, туда-сюда полгодика. Вот, работаю педиатром, не меняя профессии. В личной жизни также все сложилось удачно. Еще учащись в институте, вышла замуж за соседского парня, военного, и много колесила с ним по стране. Он был студентом, но так как мы женились, он решил поскорее зарабатывать. И пошел в училище, в Московское училище, в Верховном Совете. Хорошее училище. Вот, он высокий был такой, стройный, всегда знаменосцем был. Сегодня жизнь Людмилы Волковой бьет ключом. Работа, маленькие пациенты, коллеги и, конечно, родные. Дети, внуки и правнуки. Дочери пошли по ее стопам и работают в социальных сферах, медицине и образовании. Но всегда стараются находить время, чтобы собираться всей семьей. У нас каждый раз воскресные обеды. Да, у дочки. Ну, просто, мама, полвторон, чтобы ты была. Если сейчас вот, у меня ноги валят, не пойду, у меня свой обед есть. Сейчас Антону пришлем. Людмила Ивановна никогда не придерживалась особого режима или диет. Да и сейчас времени на себя не всегда хватает. А секрет долголетия для нее – это оптимизм и умение жить по совести. Полина Толмачева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». И о мировых новостях. 9 мая патриотическая акция «Бессмертный полк» прошла в десятках стран мира. В шествии приняли участие тысячи человек. В Пекине к акции присоединились около 700 участников. В Монголии шествия поддержали более 500 человек, а в Австрии – 100 горожан. Также на центральной площади в Вене исполнили «Катюшу» и «Вальс». О других мировых новостях смотрите в нашей рубрике. В Париже полиция разогнала провокаторов, мешающих старту «Бессмертного полка». Сотрудники полиции вытеснили с площади мешавших мероприятию. Шествие «Бессмертного полка» проследовало в сторону кладбища Перлашес под песни военных времен и далее по маршруту. На всем пути французские правоохранительные органы следили за порядком. Русский дом в крупнейшем городе Шри-Ланке Коломбо в честь 78-й годовщины Великой Победы над фашизмом представил фотовыставку «Нюрнбергский процесс. Взгляд из Москвы». Экспозиция состоит из 40 фотографий и копий документов о самом громком судебном разбирательстве в истории. На церемонии открытия присутствовали представители Министерства обороны Шри-Ланки и другие высокопоставленные военнослужащие. Также в Коломбо впервые прошла международная акция «Огонь памяти». Ежегодно она начинается у могилы неизвестного солдата у Кремлевской стены с торжественной церемонией взятия частицы вечного огня, что горит из сердцевины огромной пятиконечной звезды, символизируя нашу память о павших за родину. После этого стартует автопробег, и огонь развозят в разных направлениях. В 2023 году акция преодолеет более 75 тысяч километров. И о погоде. По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем 17-19 градусов тепла. Ночью около 11 со знаком «плюс». Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 48%. Геомагнитное поле неустойчивое. Разберитесь сегодня в сложных делах и решите организационные вопросы. Стройте планы и обсуждайте их с единомышленниками. А позже полезно будет отдохнуть и ненадолго отвлечься от забот. Рубрика «Гороскоп» далее. Овны. Самый эффективный способ справиться с волнениями – это записать все, что вас беспокоит. На бумаге или поговорить с надежным другом. Тельцы. Если вы долго откладывали принятие важного решения, пора, наконец, определиться. Близнецы. Кажется, вы нашли для себя идеального партнера, вместе с которым стремитесь к самосовершенствованию. На этот раз у вас получится. Раки. В вашей жизни появилось слишком много ненужного беспокойства и тревоги. Пора что-то менять. Львы. Сегодня настало идеальное время для освобождения от старых привычек и изучения чего-то нового. Девы. Постарайтесь найти баланс между желаниями творить и зарабатывать деньги. Тогда у вас все обязательно получится. Весы. Сегодня вас захлестнут эмоции. Удачи будут чередоваться с неудачами, а успехи – с поражениями. Скорпионы. У вас впереди отличный день для встреч и знакомств. Стрельцы. Этот день откроет перед вами новые возможности, и у вас точно все получится. Козероги. Сегодня вас будет ждать множество испытаний. Однако, если вы сможете прислушаться к своему сердцу, то обойдете их стороной. Водолеи. Сделайте глубокий вдох и остановитесь мысленно в том моменте, где вы сейчас находитесь. Незачем переживать о будущем. Рыбы. Перестаньте ждать кого-то, кто сможет сделать мир лучше. Ваша судьба только в ваших руках, и вы сами влияете на свое будущее. На этом наше информационное утро подошло к концу. Мы желаем вам всего самого наилучшего, удачного рабочего дня, а мы встретимся с вами завтра. До свидания. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok